В Новый год с новыми законами. В России по традиции с 1 января вводятся изменения в некоторые нормативные акты, которые могут повлиять на жизнь большинства из нас. Например, подписан закон об образовании, вступает в его законодательство о национальной платежной системе, большие изменения произошли в торговле и на топливном рынке. С последнего и начнем. С 1 января Россия наконец-то перешла на более высокий стандарт топлива. На всех заправках страны запрещена продажа бензина класса Евро-2. Отдельные нефтяные компании заявляли, что не успевают с модернизацией производства и просили об отсрочке еще на год. Но график перехода на Евро-3 в правительстве решили не менять. В результате нас ожидает дефицит топлива в 1 миллион тонн. Компенсировать его будут за счет импорта. Крупные компании, производители уже давно производят бензин в качестве Евро-3, Евро-4, Евро-5. Я думаю, что те мини-заводы, которые производили некачественное топливо, для них вообще изменений никаких не будет, потому что они не производят бензин. Они производят так называемую фракцию. Вот если так будет происходить, то бензина в нашей стране будет меньше. Будем еще больше покупать бензин в Белоруссии. Если кто не знает, то мы на сегодня не только молоко везем из Белоруссии, а уже и бензин. Они покупают у нас нефть, производят бензин и продают его нам. Но некоторые эксперты считают, что нехватка 1 миллиона тонн бензина для России некатастрофична. Это менее 2% от общего годового потребления. А вот цены на топливо все же будут расти, хотя бы из-за того, что акцент на него повысится в среднем на 20%. Есть и другие новшества, касающиеся автомобилистов. Во-первых, отменены доверенности на управление автомобилем. Это, например, упрости для водителя процессы возврата номеров или машины со штрафстоянки. Во-вторых, за выезд на полосу встречного движения, если подобное нарушение зафиксировано у водителя впервые, теперь есть возможность отделаться штрафом до 5000 рублей. А вот за повторный выезд на встречку будут отбирать права не на 4-6 месяцев, а уже на год. В-третьих, страховщики запустили базу страховых историй ОСАГО. Отныне виновник ДТП будет вынужден платить за следующий полис гораздо большую сумму. И смена компании теперь не поможет. Много изменений в торговле. Традиционно в январе дорожают крепкие алкогольные напитки. Так уже к Рождеству бутылка самой дешевой водки. Поднимется в цене со 125 рублей до 170, а коньяка с 219 до 280 рублей. К тому же с 1 января запрещена реклама любого алкоголя в печатных СМИ, а интернет отныне закрыт для крепких напитков. Остается, правда, непонятным, будет ли наказание за невинное сообщение в Твиттере, что виски такой-то марки, которую вы распили вчера с друзьями, просто прелест. Большие изменения произошли в торговле слабоалкогольными напитками. Так, с 1 января продажа любого пива запрещена во всех магазинах с 23 часов до 8 утра. А вот в ларьках и остановочных павильонах пенный напиток теперь вообще нельзя продавать. К тому же с 1 января поднялись акцизы на табачные изделия. Это, скорее всего, принесет ощутимые убытки владельцам мелких торговых точек. Некоторые из них от продажи пива и сигарет получали до 50% всей выручки. Я думаю, что, конечно, число рабочих не сократится. Кто-то не сможет выжить. В два раза поднялся налог, вновленный на торговлю. Вы в курсе с нового года у нас в Красноярске. Индивидуальные предприниматели, пенсионный фонд стали платить в два раза больше. То есть количество сборов растет, а деньги получать получается неоткуда. Они ведут в торговые наценки. Этот год может стать непростым для малого бизнеса. Все дорожает. Например, в Красноярске поднимается ставка муниципальной аренды. Средняя по городу цена за квадратный метр в 2013 году увеличится с 97 до 143 рублей. Правда, в сравнении со стоимостью аренды коммерческих помещений, это примерно 20-25%. С 1 января на 13% вырос минимальный размер оплаты труда, а это, по мнению специалистов, может нанести удар по депрессивным областям экономики. Выплаты предпринимателей во все фонды, естественно, вырастут. Опять-таки, минимальный размер оплаты труда влияет не только на зарплаты, но и на штрафы, налоги и пособия по безработице. Не обошлось в этом году без изменений в сфере ЖКХ. С 1 января в Красноярске на 5,5% повысится тариф на жилищную услугу. Но стоит отметить, что это впервые за последние два года. И еще три новшества, о которых хотелось бы сказать особо. Так, с 1 января госслужащим и их родственникам запрещено владеть счетами и ценными бумагами за границей. А вот лечиться за рубежом по-прежнему можно. Кстати, с 2013 года в России вводится обязательная диспансеризация. Те, кому больше 21, будут навещать врачей раз в три года. А вот дети, студенты и ветераны будут проходить медицинское обследование ежегодно. Цель выявления хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к ранней смертности. И хорошая новость для тех, кто ищет работу. Новый закон о занятости запрещает работодателям выдвигать любые требования дискриминационного характера при поиске сотрудников, например, по полу или по возрасту. Ян Ермешов, Афонтова новости.